Захарий Калашов, которого в далекие 70-е годы прошлого столетия, короновали вором в законе, вновь за решеткой. На этот раз его поймали за старое дело, вымогательство. Точка многократно судимый вор в законе Захарий Калашов, известный в криминальных кругах как Шакра Молодой, родом из Грузии. Он родился в Тбилиси в 1953 году. Первый раз за решетку он попал в 18 лет на 3 года за кражу. Тогда же его короновали вором в законе. Считается, что это специфическое явление, не имеющее аналогов в мировой криминальной практике, берет начало с 1930-х годов. Зародившийся в СССР институт воров в законе характеризуется наличием жесткого кодекса криминальных традиций. На этот раз Калашова арестовали в Москве, в рамках дела о стрельбе в 2015 году возле ресторана в центре города. Тверской районный суд уже отправил его в предварительное заключение до 15 августа по обвинению в вымогательстве. Путешествие вора в законе в начале 1990-х Калашов переехал в Москву. Он был трижды судем в России и считался одним из самых влиятельных криминальных авторитетов. При этом свою родину не забывал, и время от времени навещает ее. После неоднократных неудачных покушений в начале 2000-х Калашов перебрался в Испанию, где занялся отмыванием денег. В июне 2005 года спецслужбы Испании провели операцию ОСА, в результате которой задержали порядка 30 человек, принадлежащих так называемой русской мафии. Аресты произвели в Барселоне, Аликанте и Малаге. Калашеву удалось скрыться, и его задержали в мае 2006 года в Объединенных Арабских Эмиратах и экстрадировали в Испанию. В 2010 году суд в Мадриде приговорил Калашова к 7,5 годам тюремного заключения 20 миллионам евро штрафа, а далее срок увеличили до 9 лет заключения. Спустя некоторое время срок заключения все же сократили, и в 2014 году он вернулся в Россию. В российском криминальном мире его называют преемником Аслана Усаяна, известного под псевдонимом Дед Хасан, которого убили в Москве в 2013 году. Вне закона проблемы с властями Грузии у Калашова начались после того, как в 2003 году страну возглавил Михаил Саакашвили. Он фактически объявил войну криминальному миру. В Уголовном кодексе страны появилась новая статья «Членство в воровском сообществе. Вор в законе». После ареста Калашова за рубежом власти Грузии потребовали его экстрадиции. На родине ему предъявили обвинение в похищении гражданина США и в членстве в воровском мире. В 2006 году заочно приговорили к 2018 годам лишения свободы. Кроме того, роскошный особняк, который был у Калашова в пригороде Тбилиси, в Цхнете, власти изъяли, перекрасили в красный цвет, неворовский цвет, как говорят в криминальных кругах, и демонстративно передали МВД. В декабре 2012 года власти США опубликовали список людей, занимающихся криминальной деятельностью. Список братвы, в который попал и Калашов. Взяли за старый задержанный. Во вторник Калашов проходит по делу о вымогательстве крупной суммы у владелицы ресторана на Рочдельской улице в Москве. В середине декабря 2015 года возле одного из ресторанов, расположенного в центре Москвы, между группой из 10 человек произошла перестрелка, в результате которой в больницу с ранениями различной степени тяжести доставили пятерых мужчин. Двое из них впоследствии скончались. МВД России распространило видеокадры задержания Калашова. В сообщении, которым сопровождалось видео, говорится о задержании двух человек, которые, по данным следствия, вымогали у собственницы ресторана 8 миллионов рублей. Вымогательство группы лиц в крупном размере в России карается лишением свободы и сроком от 7 до 15 лет. Защита Калашова намерена обжаловать его арест. Адвокат отрицает причастность своего подзащитного к разборкам в ресторане. Продолжение следует...